Верхняя одежда, одежда для детей, постельные принадлежности и средства личной гигиены. С самого утра красноярцы начали приносить вещи, которые сейчас жизненно необходимы людям, пострадавшим от пожара в Красноярском крае и в Хакасе. За несколько часов помещение наполнилось пакетами и коробками. Красноярцы приносили все, что сейчас так необходимо пострадавшим. Например, 25 пар новых женских джинсов, запакованное постельное белье, пледы, подушки и одеяло. Организаторы говорят, что вещи совсем новые. Люди, зная о трагедии, специально идут в магазин и покупают вещи. Многие приходят по несколько раз. Так много жертв, и фотографии я увидела. Страшно, хочется помочь людям, потому что тяжело, они остались без крови. Я принесла вещи, которые некоторые я носила, некоторые не носила, но которые я считаю, что я без них могу обойтись. Было бы здорово, если бы подключались не только простые граждане, которые могут собрать какую-то часть денег, а вот если бы подключались большие компании, например, строительные или заготавливающие, потому что это же все частный сектор для того, чтобы люди будут сами строить, но чтобы хотя бы выделяли брус. Причем помочь хотят не только жители Красноярска, но и из других районов края. Вещи можно отправлять на машинах в краевой центр и отсюда их увезут на юг края и в Хакасе. Принимать вещи планируют до пятницы. Именно в конце недели хура с гуманитарной помощью отправится к пострадавшим. Работают пункты приема во всех районах города. Адреса вы можете видеть на экране. В основном люди нуждаются в одежде, постельном белье и средствах гигиены. Также лучше, если эти вещи будут новыми или в хорошем состоянии. Организаторы просят по возможности сортировать вещи и подписывать пакеты и коробки. Пострадавшим будет оказана материальная помощь. Постановление уже подписано в правительстве России. Жителям юга Красноярского края Хакасия выплатит единовременную сумму в размере 10 тысяч рублей. Кто пострадал птично, получит 50 тысяч. Кто серьезно и потерял кормильца, получит 100 тысяч рублей. Всего около 310 миллионов рублей будет выплачено пострадавшим. Также жители нашего региона получат помощь из краевого резерва. В соответствии с положением о резервном фонде губернатора Красноярского края предусмотрено оказание материальной помощи до 50 тысяч рублей при полной утрате имущества и до 20 тысяч рублей при частичной утрате имущества. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил организовать сбор денежных средств для пострадавших от пожара на юге региона и соседней республики Хакасия. Для сбора средств Министерством финансов открыт специальный счет. Его вы можете видеть сейчас на экране. Назначение платежа необходимо указать для пострадавших от пожаров. Екатерина Погорелова, Андрей Крупнов, Денис Тимошенко. Новости.